Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, проекты группы, проектная группа «Психология и педагогика» на четвертый квартал и на начало года, на январь. И мы начинаем с наших бестселлеров, которые мы запланировали. Которые выйдут у нас до конца этого года. Это книги Пола Экмана, книги Юрия Тридьянова и Дугласа Темерка. Но мы начнем с Пола Экмана. Книги Пола Экмана пользуются постоянно большим спросом у наших читателей. И для них новая книга «Почему без рук?». Я сразу говорю, что вы увидите эту книгу еще раз сегодня, представленную нами. Эта книга предназначается, мы ее выпустили в твердом переплете в серии «Сам себе психолог». Проблема детской лжи всегда актуальна. И вот конкретно это издание мы позиционируем для психологов, педагогов, воспитателей. Для тех, кто работает с детьми и естественно в силу своей профессии, в силу своей деятельности сталкивается с проблемой детской лжи. Экман разбирает, что считать детской лжью, а что не считать детской лжью. Детское фантазирование – это ложь или это не ложь? Где граница? Какие виды лжи бывают? Как научить ребенка быть искренним, но в то же время, как ребенку научиться отличать правду от лжи? Как дети учатся врать, взрослых, естественно, как дети учатся врать друг у друга? Вот все эти вопросы тонко, юмором, с большим количеством примеров и разбирают свои книги полотно. Долгожданный бестселлер от двух супер авторов, в прямом смысле авторов тяжеловесов, Юрия Трагиянова и Алекса Новака. Юрий Трагиянов, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, очень молодой и очень перспективный спортсмен, выпускает свою книгу «Добро с кулаками. Принципы мышления чемпиона мира по кикбоксингу в реальной жизни». Имя этого спортсмена хорошо известно как в нашей стране, так и во всем мире. И его друг Алекс Новак надоумил его в хорошем смысле написать вот такую книгу. Книга, конечно, будет интересна самому широкому кругу читателей, как психологам, так и всем, кто интересуется вопросами саморазвития, как всем, кто интересуется вопросами изменения своей жизни в лучшую сторону. Вот вы ее видите. Ну и книга Дугласа Кенрика «Инстинкты и смысл в жизни. Почему в нас так много животного» поднимает вопросы того, как человеку справляться со своими инстинктами, зачем они ему даны, плохо это или хорошо идти на поводу у своих инстинктов, и как инстинкты перерабатываются человеком в то, что создает, собственно, его смысл в жизни. Далее, далее наша серия мастера психологии. И вы видите в центре вторую книгу Джозефа Кэмпбелла «Мифы и личностные изменения». Первая книга «Тысячеликий герой» у нас постоянно допечатывается, и мы постоянно испытываем в какой-то мере ее дефицит, поскольку эта книга одна из ведущих во всем мире области мифологии. Надо сказать, что в нашей стране мифы и личностные изменения, путь к блаженству издается впервые. До сих пор Кэмпбелл был известен в нашей стране только по его работе «Тысячеликий герой». Работы Кэмпбелла являются абсолютной классикой, как в мифологии, в психологии, в историографии, в культурологии, в целом спектре гуманитарных дисциплин. И мы абсолютно уверены, что эта книга также будет очень интересна специалистов самого широкого гуманитарного профиля, и не только, но и тем читателям, которые вообще интересуются вопросами культуры. Известно, что работы Кэмпбелла оказали внимание на разных деятелей культуры, в частности, на Лукаса, который именно по работам Кэмпбелла и создавал героев «Звездных войн». «Звук не очень постарею, чтобы получше, чтобы получше». «Вышь, один наш». «Вышь, один наш». «Вышь, один наш». «Какого культурного наушника один, чтобы проверять?» «Надо, да, да. «Конечно». «Но где на самом деле каждый может у себя?» «Но что-то не видит. Он так, моего качества не ущёнит». «Тебя heavier взять?» «Вот он, надо взять. С타를, да. Моя дочь не зря с ним. Моя дочь не зря с ним. Моя дочь не зря с ним. О, мое я дочь не зря с ним. Моя дочь не зря с ним, мое дочерение. Моя дочь не зря с ним. микрофон нет, только ты говоришь, что тебе единственный микрофон вышеставляет итак это то, что я итак, книги Джозефа Кэмбала впервые будут изданы в России именно в нашем издании Абрахам Маслоу дальние пределы человеческой психики и Кенрик рациональное животное эти авторы уже давно завоевали своего читателя среди психологов и среди гуманитариев поэтому мы и здесь представляем серийных тераппсихологий также в серийных тераппсихологий все у нас выйдут внутри и вне помойного ведра перца это планируется в начале 2017 года но на данный момент обложки у нас, к сожалению, еще нет в мастерах психологии мы планируем, конечно рассказывать и показывать автору тех психологов, которые уже давно завоевали в мире свое признание стратегия этой серии остается наша любимая серия «Родителям о детях» здесь, вы видите, мы представляем три книги как я уже говорила Пул Экмана «Лгуны и фантазеры. Правда о детской лжи» эта книга адресована уже родителям эта книга «Почему дети лгут» но здесь она адресована родителям и издана в той серии, которую родители уже знают, которую уже полюбили и которую уже ищут на полках новая книга совершенно новая книга для российского читателя и новое имя для российского читателя это имя, хорошо известное в мире это имя Фернандо Каролиноса «Воспитание детей всему свое время» Каролинос испанский психолог испанский педагог прекрасно известный в мире рассказывает о том в каком возрасте и как надо приучать детей начиная к каким-то инструментальным навыкам, таким как чистить зубы ложиться спать как вовремя убирать игрушки так и в какое время надо разбирать с детьми какие моральные и нравственные законы когда дети готовы к тому, чтобы понимать что такое ложь и что такое правда когда дети готовы брать на себя ответственность и за что когда дети готовы формировать собственные убеждения и как это лучше всего с ними делать эти вопросы все раскрываются в книге Каролиноска ну и книга Василия Александровича Сухомлинского известнейшего отечественного педагога имя которого прекрасно знают как в России так и за рубежом его книга «Родительская педагогика» также адресуется родителям эта книга ну примерно 30 лет не переиздавалась в России и конечно мы хотим возместить эту утрату потому что современным родителям очень важно и бриллианты прошлого советского в том числе прошлого которые мы можем передать сегодняшнему и будущему поколению это Сухомлинский всегда является одним из основных имен гуманистической психологии поэтому его книгу мы также в этой серии представляем ну и на начало года у нас планируется совершенно потрясающий вариант это книга Рюта Кавашимы обращенная к родителям книги Рюта Кавашимы вы уже прекрасно знаете они являются бестселлером и мы предлагаем новую книгу которая сейчас у нас находится в производстве это книга как учить детей думать от Рюта Кавашимы как развивается детский мозг как ребенка учить какими упражнениями с ним заниматься чтобы наши дети были умными и здоровыми одно другому не мешало книги которые только-только у нас выходят из типографии это наш проект полезные сказки и серия сказки для эмоционального интеллекта и первые четыре книги оригинальных смешных замечательно иллюстрированных книг в которых зверушки расскажут детям о том какие истории с ними случаются как они обижаются как они заботятся как они учатся не боятся как они справляются со злостью или завистью эти книги ориентированы эти книги предназначены для детей начиная ну примерно с полутора-двух лет родители могут уже начинать рассматривать читать истории обсуждать с ребенком истории фактически это книги для самопомощи для самотерапии так или иначе все дети сталкиваются с проблемами страха злости обиды зависти не менее позаботиться о другом и родители оказываются в тупике как научить ребенка быть щедрым быть смелым быть активным быть добрым вот эти книги такие палочки выручалочки можно сказать на каждый день поскольку рисунки в книгах совершенно замечательные яркие нежные очень трогательные то дети полюбят просто даже рассматривать картинки ну и в каждой картинке прилагается соответственно текст такой небольшой истории которую я думаю очень оценят наши читатели в мире такие книги конечно сейчас являются бестселлерами и мы не могли пройти мимо такой из новинок в серии игры для ума мы готовим приключения короля ребусов замечательный отечественный автор Алексей Факин разработал и создал макеты совершенно оригинальных книг в которых король ребусов сталкивается с совершенно невероятными приключениями а чтобы помочь ему выбраться из этих таинственных странных а иногда страшных приключений нужно ребенку разгадать ребусы сканворды провести короля ребусов по лабиринтам найти недостающие детали и сделать еще массу массу интереснейших заданий которыми полна эта книга книги яркие полноцветные большого формата и мы уверены что они найдут своих читателей и почитателей это первые две книги дальше будут следующая эта серия будет развиваться и дальше читатель встретится и с дальнейшими приключениями короля ребусов учебники которыми также мы активно занимаемся сейчас у нас готовится четыре учебника вернее сказать два из них дидактика и общепсихологические практики на данный момент уже находятся в типографии педагогика начального образования и психология личности будут сданы в типографии в течение ближайших двух-трех недель поскольку грифование вернулось мы стараемся чтобы все учебники имели грифы и рекомендации что вы видите на обложках этих учебников педагогика начального образования также конечно будет грифована институтом детства книги от известнейших авторов Андрей Владимирович Кутарской является лидером современной педагогики образования и безусловно его труд дидактика является осмыслением того что происходит в мировом образовании за последние 20 лет поэтому конечно этот труд рекомендован для всех педагогических вузов но и не только педагогических и для институтов повышения квалификации и для классических университетов поскольку в ней обобщен как отечественный так и мировой опыт образования общий психологический практикум под редакцией Сергея Александрович Капустина это учебник созданный коллективом МГУ Московского государственного университета имени Ломоносова надо сказать что психологический практикум это очень важная дисциплина в обучении психологов как по направлению психологии так и по направлению психолого-педагогическое образование здесь мы имеем дело с двумя направлениями бакалавриата и хороший психологический общий психологический практикум как учебник не выходил на моей памяти последние 40 лет потому что последний очень хороший учебник вышел если я не ошибаюсь на уровне 72 года потом какое-то время переиздавался конечно потом он уже устарел вот этот учебник сейчас является новейшим актуальным и очень важным его можно рекомендовать не только для вузов но и для практикующих психологов потому что те психологи так или иначе сталкиваются с проблемами обследования как грамотно провести исследования какие виды исследования существуют именно в этом и написан и создан этот учебник очень грамотный очень серьезный и рекомендованный психологическим факультетом МГУ педагогика начального образования ну поскольку мы уже давно и плотно сотрудничаем с институтом детства ГПУ имени Герцена то вот наконец-то мы дождались от них и учебник по педагогике начального образования аналогов этого учебника нет вы хорошо знаете учебник по дошкольной педагогике по доредакции Александра Гирьевна Гберидзе кафедры дошкольного образования вот теперь кафедра начального образования создала свой учебник учебник полностью соответствует в гос третьего поколения и мы абсолютно уверены что он станет таким же гестселером как и учебник по дошкольному образованию психология личности Татьяны Викторовны Слотиной учебник которого долго ждали он у нас был в первом издании теперь мы выпускаем второе дополненное издание которое мы также откликуем ну вот основные наиболее значимые проекты я описала конечно у нас будут еще книжки в мягком переплете сам себе психолог Дмитрия Атланова Расстанься с болью Верой Грачевой также по исцелению от боли сейчас вышла книга Волиты Волковой в клочья комплексы это книги которые ориентированы на массового читателя и поскольку серия сам себе психолог пользуется неизменным успехом то мы ее наполняем новыми книгами есть ли какие-то вопросы ну если вопросов нет то большое спасибо за внимание а сказка 24 страницы да сказках полезных 24 страницы она большого формата она красивая приятно держать в руках мы конечно очень главы спасибо спасибо так я выключаю спасибо спасибо